аквариум с несколькими представителями семейства золотая рыбка вот как видно на видео здесь золотая так называемая красная шапка показывать пальцем которые бессмысленны так видно да чисто белое тело красное выделяющиеся это еще молодую рыбу больших это реальный помпон на голове красного цвета гроздь малины по форме по своей крупинистая такая шапка далее вот сейчас видно телескоп черный ведь это выпученные глаза явная отличительная черта телескопов чисто черный цвет тела есть еще телескоп бабочка его более короткие плавники более круглая зато это курил кино тела и еще более насыщенный бархатный черный цвет вот нижней части аквариума видно яркого представителя или укинов риукин красный красавицу к это тоже малек просто чуть крупнее чем остальные возрастом окраска становится более насыщенный и интенсивный трава еды 75 процентов корма должна составлять растительная составляющая мы кормим значит ошпаренной манкой геркулесом слегка посильнее ошпаренным скажем так или заваренный 25 процентов корма это если более мелкие особи то может быть мотыль трубочник более крупные особи не даем говяжье сердце без жира куриное сердце можно сдавать можно конечно тереть говядину на терке она уже более грубыми мы в основном применяем говяжье сердце также вот здесь на видео видно сипцевый риукин комета сипцевая это такая педая окраска белого чего черно-красная значит акулий сон панга оси вот видно вытянутые тела полосатая очень активная рыба видно даже по съемке постоянно носятся в толще воды в аквариуме активный но как наши наблюдения уже показали скорее всего слепой зрение атрофировано напрочь так как во время кормления пока не ткнется в какой-то корм так и не съест его лучше держать несколько особей тогда им весело не постоянно находятся в движении как и здесь поглощают живой корм активно следующий распространенный представитель самов живущих наших аквариумах мы рекомендуем всем этого сама тирогоплит парчевый вот видно его парчевым он назван за такую выразительную окраску как сетчатая очень эффектная крупная рыба вырастает если достаточно питания в общем аквариуме довольно таки до большого размера как я снимать ночью так и сразу решили почему-то иритироваться вот значит видно форма тела рот присоска нижнее расположение так как он чистящий должен постоянно скоблить стенки аквариуму поэтому рот снабжен такими по краям этой присоски скрипками благодаря которым он очень эффективно очищает стекла аквариума вот это общий аквариум здесь они недолго находятся вообще содержание по одному экземпляру на аквариум в противном случае начинается конкуренция один угнетает другого в итоге более слабый гибнет так как здесь они недолго находятся у нас и даются имры различные корма в виде таблеток для самов поэтому вот небольшой промежуток времени они могут несколько особей в аквариуме проживать ну еще раз говорю мы всем рекомендуем данного сама для того чтобы не чистить внутренности аквариума да то есть там если это искусственные растения то листья искусственных растений стекла аквариума и так далее то есть вот если у нас аквариум на обслуживании мы обязательно помещаем туда подобного сама который обеспечивает чистоту стенок аквариума и всего внутреннего содержимого в противном случае нам бы пришлось тратить на это гораздо больше времени еще лучше делать мешанки так называемые смешанные корма в которых пропорции мяса и растительные составляющие уже смешано в пропорции добавлены туда витамины противном случае если не давать растительную составляющую но рыбы будут активно поедать зелень находящуюся в аквариуме и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...